Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Валера Блюменкранц рассказала о своих отношениях к Статой Абрамсон. Статой мы вместе, мы целуемся, обнимаемся, готовим кушать, но мы не живем с ней вместе, потому что дистанционно у нас получается лучше выстраивать отношения. Как только мы заселяемся, начинаются скандалы. Также Валера рассказала о недавней потасовке с Татой. Мы заселились, Тата весь день играла в игры на телефоне и не уделяла мне внимания. Я разозлился и решил съехать из комнаты. Затем мы подрались, Тата бросила мне в голову огнетушитель. Чтобы ее утихомирить, я взял ее за волосы и бросил на пол, а у нее из носа кровь пошла. Это, конечно, грубо было, но другого выхода я не нашел. Зрители не удивляются такому поведению Валерия, потому что и в прошлых своих отношениях он был также агрессивен. Стал известен случай, который произошел около двух недель назад с Ольгой Рапунцель и Димой Дмитренко. У метро профсоюзные их облили помоями. Было очень много крику, Ольга кричала, чтобы вызвали милицию, но все только посмеялись. На острове любви Оля Бузова поменяла правила служанок. Теперь служанки не обязаны служить парням, выполнять их поручения, приносить кофе с утра. Теперь участницы служанки могут делать все, что хотят, но только они не могут претендовать на миллион. Теперь вся власть на острове в руках служанок. Рита Керн стала главной служанкой, девушка пишет. С этой недели могу творить все, что захочу и строить козни как невестам, так и женихам. Теперь я решаю, кто сможет посещать Сашу Задойнова и в какое время. Также на острове продолжается неделя женской власти и девушки продолжают придумывать парням наказание. Ваню Барсикова нарядили женщины. Саша Харитонова, которая уехала на съемки в Вильнюс, говорит загадками. «Вот уж не думала, что судьба подарит мне столько сюрпризов и неожиданностей в Вильнюсе. Знаю точно, случайностей не бывает». Одна из зрительниц проекта решила подать иск против Оли Бузовой. Очень неприятно смотреть, как ведущая утверждается за счет участников и их недостатков. Считаю, такое поведение ведущей некорректным и неуместным. Также надоело слушать неграмотную речь ведущей. Требую наказать Бузову и посадить ее в изолятор на 5 суток. Как вы помните, ведущий проекта Влад Кадони открыл бутик по продаже парфюмерии Кадони Студио. Но приобрести его продукцию сможет не каждый. Самый дешевый аромат от Влада будет стоить 18 тысяч рублей. Тем не менее, он уверен, что на духи будет хороший спрос. А на бизнес Влад потратил больше 8 миллионов рублей. Татьяна Владимировна Африкантова публикует старые фотографии из семейного архива. Видимо, она скучает по общению с дочерью. «На первом снимке Мариночка пошла в первый класс», пишет она. «А здесь нашей любимице 2,5 года». Стало известно, кто стал новым избранником Насти Ковалевой после развода. Она была в браке всего 4 месяца. Причина развода – регулярные измены супруга. Свой новый роман с футболистом «Динамо» 22-летним Анатолием Катричем Настя долго держала в тайне. «Катя Колесниченко-Капелюш разводится с мужем. Пришло время обо всем вам рассказать», пишет она. «Вы часто спрашиваете, почему нет совместных фото с мужем, почему нет детей. Мы разводимся. Мы, так сказать, разные зверьки. Не может сделать чайка счастливым кролика. Мы не расстаемся врагами, и это очень ценно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.